МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интеллектуальная собственность как объект товара оборота. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Чувашии заседание Президиума Совета по модернизации экономики. Равняясь смирно, кадеты Чувашии приняли первую присягу. Легко ли быть добрым? Сегодня во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты. Сегодня в Чувашии с рабочим визитом побывали руководители ряда федеральных министерств, ведомств, государственных корпораций, главы некоторых регионов, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Все они приехали в Новочебоксарск на заседание Президиума Совета при президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На повестке дня один вопрос. Реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Тему продолжит Елена Гальперина. Интеллектуальная собственность как объект товарооборота во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спрос на научные разработки опережает предложение. Кроме того, это очень дорогой продукт. И зачастую его не покупают, а крадут или присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО эти разговоры звучали громче. У нас существует вполне современная система охраны. То есть современное законодательство, которое не только было создано в определенный период, но и совершенствуется и развивается. Я напомню, что с 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в четвертую часть гражданского кодекса. Уточнен был порядок распоряжения исключительными правами. Более полно, ну и более тонко урегулированы отношения между правообладателями и пользователями. Введены некоторые другие институты. Большая часть работы проделана в рамках ряда поручений, которые давались и президентам, и правительствам, включая вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности. Однако и нам есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По количеству национальных патентных заявок мы находимся на седьмом месте в мире, а по международным – на 25-м. Импорт интеллектуальной собственности в 11 раз превышает экспорт. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание совета решили провести в одном из субъектов, поближе к реальной ситуации. Чувашия, по мнению участников, выбрана не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше, здесь не было. Вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе, и кончая, ну, просто, так сказать, нас провезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж. До начала совещания Дмитрий Медведев дал символический старт промышленному производству тонкопленочных солнечных модулей в Чувашии. Вот зеленая кнопочка, возможно, нажать это два раза. Два раза? Да. Хорошо. Давайте нажимаем. Не ошибиться? Да. Сейчас. Сейчас. Сейчас стоит довольно много денег. Предприятие по производству солнечных модулей стало строиться в республике в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. Дмитрию Медведеву детально рассказали об уникальных нанотехнологиях, с помощью которых создаются солнечные батареи. На одной территории сосредоточен полный цикл создания от проектирования до конечного продукта. Это на самом деле типичная практика в мире, потому что так получается А дешевле, В быстрее. Специализированные организации, которые говорят, за всеми партнерами. С точки зрения проектирования, строительства, найма подрядчиков, охраны, у нас нет генподрядчиков, мы сами являемся генподрядчиками. За счет этого мы экономим примерно 30% стоимости. Плюс к этому у нас есть целый кластер, который занимается научными разработками. Потому что отрасль, на которой мы работаем, она за последние 7 лет выросла в 15 раз в размерах, и себестоимость всего, что производится, упала в 5 раз. На проектную мощность 800 тысяч солнечных моделей в год завод планирует выйти во втором квартале этого года. Напомним, что основным инвестором проекта стала группа компаний «Ренова». Подобные объекты она строит по всей России. Сегодня же состоялась встреча Дмитрия Медведева и Михаила Игнатьева. Добрый день. Привет всем. Добрый день. Мы посмотрели с вами хорошее производство, которое открыто в помощи боксарской. Реально абсолютно современное. Надеюсь, что у него будет хорошее использование и на территории республики, и на территории страны все, и за ее пределами, в смысле, экспортное использование. Потому что это передовые технологии, причем которые не останавливаются, а развиваются. Но, понятно, жизнь состоит не только из открытия новых производств. Председателя правительства интересовало социально-экономическое развитие республики. Какова ситуация на рынке труда и насколько активно строятся в регионе детские и дошкольные учреждения. Общеизвестно, что в этом году завершается реализация партийного проекта «Единая Россия. Детские сады детям». И главы регионов должны это отчетливо понимать, сказал Дмитрий Медведев. Михаил Игнатьев сообщил некоторые показатели, характеризующие республику как динамично развивающийся регион. Глава республики сообщил премьер-министру, что на этот год перед строительными организациями поставлена амбициозная задача – сдать 1 миллион квадратных метров, сделав упор на строительство жилья эконом-класса. Михаил Игнатьев поплагодарил Дмитрия Медведева за помощь, оказанную Новочебоксарску. Войдя в федеральную программу поддержки моногородов, руководству удалось создать несколько новых производств. Уровень безработицы в Новочебоксарске сократился с 9,5% до 0,5%. Дмитрий Медведев попросил обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке и сказал, что на уровне российского правительства рассматриваются возможные варианты субсидирования. «Делать это будем вместе с вами, вместе с регионами, поэтому наладят здесь работу в рамках той работы, антикризисной работы, которую вы видите в поручении правительства и создать свои подразделения на все еще. Так что давайте на это тоже будем обращать внимание в течение этого года, потому что это очень важная задача». 17 февраля принято считать днем российского кадетства. В 1732 году императрица Анна Иоанновна основала первый кадетский корпус. И вот спустя почти 300 лет свои первые погоны получают воспитанники школы имени Героя Советского Союза полковника Александра Кочетова. Вскоре в их учебном расписании появятся необычные уроки. Основа военной службы, речное морское дело, решение нестандартных задач. Но сегодня для этих пятиклашек день особенный. Их принимают в кадеты. Получить заветные шевроны воспитанники смогли только спустя полгода. Этому предшествовала усиленная подготовка. «До этого они были воспитанниками, проходили подготовку по основам военной службы, изучали присягу кадет, проходили строевую подготовку. А сегодня мы будем их посвящать в кадеты». Понятие патриотизма, долга и чести для этих ребят не пустые слова. Уже сейчас они принимают волевые решения. «Я решил стать кадетом в 10 лет, потому что хотел стать военным моряком и быть на корабле». Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, «Республика». Масленица шагает по России. Испокон веков именно в эти семь дней можно было веселиться, сытно есть и заряжаться бодрым настроением после хмурой зимы. С 16 по 22 февраля горожане и гости столицы могут посетить Чебоксарский масленичный фестиваль. На трех городских площадках в Лакрейском лесу, парке «Пятисотлетие Чебоксар» и детском парке имени космонавта Николаева развернулись масленичные городки. У посетителей есть уникальная возможность не просто познакомиться с народными преданиями, но и стать непосредственными участниками забав и потех, побывать на фестивале блинов и конкурсе гармонистов. Также все желающие могут сделать масленичные селфи около арт-объектов. В последние дни праздника запланированы семейные туры выходного дня в Заволжье. Быть добрым просто решили руководители международных благотворительных организаций и отметили морозный день красным цветом календаря. Во всем мире сегодня отмечается день спонтанного проявления доброты. Для жителей Чебоксар, как и для миллионов людей по всему миру, этот день прошел под эгидой добра. В этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. В России этот праздник пока только приживается. Однако, несмотря на это, многие жители нашей республики начали сегодняшний день с хороших поступков. Кошку вот сейчас только что подобрали. Вот оттуда вот. Кушать хочет она. Соберите себе? В церкви бабушке подал денег. Сегодня буквально. У меня вот у друга перчаток нет, я вот несу пакет его, потому что у меня перчатки есть. Я добрый. К утрам я посуду помыл. Кухню протер, полы. Это я думаю, с утра такое достижение. Это доброе дело, думаю. Но позитивными в этот день были не все. Нет у меня, я злой человек. То ли дело в Дне Доброты, то ли действительно ничто человеческое нам не чуждо. Все же чаще на улице нам попадались светлые и отзывчивые люди. Старушку посадила в маршрутке. Сегодня бабушка через дорогу перевел. Помог человек, который ушел к уветной машине. Я его тоже вытаскивал. В принципе, больше нет. Неделя только началась. Держи. Спасибо. Помните, если вы ожидаете благодарности за свой добрый поступок, это не может считаться истинной добротой. В этот день, как призывают организаторы, надо быть добрым во всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Республика. Сегодня утром на Эгерском бульваре в Чебоксарах случилась авария. Недалеко от остановки автовокзал маршрутное такси врезалось в самосвал. По предварительным данным, 262-я маршрутка въехала в КАМАЗ, участвовавшая в уборке снега. По словам водителя, его ослепило солнцем, и он не заметил, как затормозила на обочине машина. От сильного удара в салоне микроавтобуса смяло сидение. Пострадали 8 человек, находившихся в маршрутке, в том числе и водитель. По данным, на 16 часов в медучреждениях Чебоксар находятся двое пассажиров указанной маршрутки. Состояние одной из пострадавших врачи характеризуют как тяжелое. Женщина, у которой сочетательная травма, помещена в реанимацию. Как объяснил 28-летний водитель микроавтобуса, он поздно заметил снегоуборочную машину. Обстоятельства аварии выясняются. В зависимости от результатов экспертизы по факту дорожного происшествия, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. В январе этого года в республике по вине водителя общественного транспорта произошло 5 аварий, в которых пострадало 16 человек. Только сегодня в столице уже произошло 3 ДТП с участием маршруток. Заслуженному работнику культуры Чувашии Ивану Николаевичу Ильину исполнилось 85 лет. Известный педагог и краевед за годы работы собрал огромный архив по истории Батыревского района. Иван Николаевич родом из Батыревского района. Всю жизнь он проработал в Сугутской школе и за 50 лет воспитал многих известных ученых-педагогов. Заслуженный учитель РСФСР, член Союза писателей Чувашии, он автор 12 книг по истории, краеведению, образованию. А еще у Ильина есть книги для детей. В них он учит побеждать трудные моменты жизни и не сдаваться, идти дальше и совершать добрые дела. Он педагог настоящий, с большой буквы. Он просветитель, кроме этого. И вот мы сегодня празднуем его здесь как писателя, известного писателя, писателя-ученого, историка. О своих произведениях он описывает, значит, себе поставил ту же задачу, как просветитель. Рассказать детям, как чувашский народ сумел выжить в самые трудные моменты, и как птица Феникс снова и снова возрождался. Среди особо читаемых – от клинописи до университета. Мы все чувашского рода племени Исагат Таваньялом об истории родной деревни 20 века. Стремление что-то ставить в наследство, что-то ставить для односельчан, воспоминания, выискать, найти, показать истории своего села, школ, района, вот тут и церквей. Несмотря на возраст, Иван Николаевич продолжает активно работать. В этом году при поддержке семьи он завершает книгу про односельчан, воевавших в Великой Отечественной войне. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Обеспечить все необходимые условия для безопасности дорожного движения на федеральных трассах – это и есть главная задача учреждения УПРДОР «Волга». Подробнее о реконструкции и ремонте дорог вы узнаете из программы «По существу» сразу после информационного выпуска «Республика». Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время в эфире Национального ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова